Природных памятников в Иванове практически нет. Родина Первосовета больше славится людьми и событиями с ними связанными. Но параллельно с текстильным краем рос вот этот великан. О дубе, чей возраст возможно превышает 4 века, случайно узнал преподаватель одного ивановского вуза. Во время занятия в экологии я рассказал о том, что у нас на дне наших рек лежит очень много затопленной ревесины, в том числе дубы. А один студент мне говорит, так а что лежащие, у нас стоящие есть. Я говорю, как стоящие? Я здесь всю жизнь в Иванове живу и никогда не слышал. Я в энергоинституте здесь поработал почти 11 лет, рядышком тут все время ходили. Анатолий Робертович, как преподаватель экологии, сразу понял, что такой реликт, да еще и находящийся в самом центре города, нуждается в защите. Неподалеку от зеленого долгожителя расположена стройка. Возможно, когда-нибудь застройщики доберутся и сюда. И свидетель прошлого может помешать кому-то строить свое светлое будущее. Ну, мало ли чего, да, могут снести, могут кому-то помешать или как-то, да, захотят сделать какую-нибудь там парковку или что-то, да, вот, и он может погибнуть. Поэтому наша задача его спасти, защитить. По просьбе преподавателя депутатам городской думы Николаем Плотниковым были подготовлены запросы в администрацию города и комитет по лесному хозяйству. Я считаю, что эту анициативу надо и поддержать, и в плане и туристической привлекательности нашего города и области, ну и в плане действительно создания еще одного, по сути, единственного, наверное, памятника природы у нас в городе Иваново. Я думаю, это дело полезное и нужное. Ну, одновременно в запросе мы просили до изучения вопроса, ну, не допустить случайного или несанкционированного сруба, спиливания, уничтожения этого дерева. Этот дуб определенно старше нашего города, а возможно и всей губернии. Но точнее определить возраст великана поможет специальная экспертиза. Все, что нужно экспертам, скрыто внутри. Любой школьник знает, что возраст дерева определяется по количеству годичных колец. Но важно сделать это так, чтобы не навредить зеленому великану. Существует несколько способов. Самый радикальный, он же наиболее точный, срубить дуб и посчитать. Даже не рассматривается. Остаются другие еще методы, еще менее точные. Такие, как, например, сравнение толщины ствола, высоты ствола, раскидистости кроны, особенности ветвления кроны. Потому что, в принципе, формирование кроны дерева в зависимости от возраста может идти по-разному. Так как считается, что максимум с 200 лет дубы перестают прирастать в высоту, а до 400 лет, которые считаются средним возрастом продолжительности жизни дубов, они уже в высоту не растут, а прирастают в толщину, ну, можно сказать, что этот возраст я бы поставила до 200 лет. Ключ к разгадке тайны возраста дуба – это фотография, сделанная в 1908 году. На ней дерево уже раскинуло ветви во всем своем величии. А значит, последнее столетие – лишь малый отрезок времени для могучего дерева.